Казанский федеральный университет В Казанском университете состоялась конференция «Татарскую литературу в мир». Врачи со всей России обсудят вопросы педиатрии и хирургии в Казанском федеральном университете. Казанский федеральный университет остается в проекте 5.100. Об этом объявила Ольга Голодец. Подробнее ты узнаешь уже сейчас в сюжете Олега Кашина. Все вузы-участники программы 5.100 продолжат принимать в ней участие и получат финансирование. Об этом заявила вице-премьер правительства Российской федерации Ольга Голодец в Абудабе на встрече с журналистами 19 октября. Напомним, что всего в проекте принимает участие 21 вуз, в числе которых и Казанский федеральный университет. Проект 5.100 предполагает, что к 2020 году 5 российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии Times High Education, QS или The Academic Ranking of World University. Уже в ближайшее время, 27-28 октября, в Екатеринбурге соберется Международный совет, который оценит работу каждого вуза. Олег Кашин, Универньюз. Научному коллективу Института филологии и межкультурной коммуникации удалось объединить усилия известных персон из сферы татарской литературы. Именитые гости приняли участие в международной конференции. Чем она запомнилась гостям и участникам расскажет Аделя Шамилова. В КФУ продолжается саммит языков. И в рамках данного мероприятия начала свою работу Международная научно-практическая конференция «Восток и Запад. Литература и художественная культура». На этом мероприятии участники планируют найти ответы на проблемные вопросы, каким образом может татарская кафедра Казанского университета продвинуть татарскую литературу в мир. Еще в начале 20 века татары пошли по пути европейзации татарской литературы и своей общественной и культурной жизни. И в связи с тем, что в этом году юбилей Галимджана Нигмати, мы решили нашу конференцию сегодня посвятить Галимджан Нигмати и Аязу Гелязову. Потому что Галимджан Нигмати был прислан сюда по заданию партии в Казань для создания литературной среды как в Казани, так и в Уфе. Как удалось выяснить, приглашенным на конференцию специалистам удалось определить траекторию развития татарской литературы. Они известны как талантливые педагоги, лекторы и писатели. Ну, это для меня очень ценно. Я наградил фактически за стойкость, за поведение в лагере, за дружбу с татарским человеком. Так что тут есть причин довольно много. Тема этой конференции для меня исключительно близка, потому что здесь речь пойдет о творчестве моего отца, о памяти, исторической памяти, о роли и месте Аяза Гелязова в татарской литературе, вообще в татарской культуре конца 20 века. Ну и, конечно же, речь сегодня пойдет и о диалоге культур. Яркий представитель татарской интеллигенции Галимзанник Мати долгие годы работал в Казанском университете и внес огромный вклад в развитие татарской литературы, татарского литературоведения. Аяз Гелязов, известный татарский писатель, классик, и в части продвижения данного писателя нами, кафедры татарской литературы, учеными данной кафедры ведется огромная работа. Также глава Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого отметил, что весьма отрадно осознавать, что конференция с каждым годом вызывает все больше интерес среди иногородних коллег. Спасибо нашим татарским коллегам, что они такую конференцию проводят ежегодно. Это уже вошло в традицию в Востоке и Западе, то есть это самые актуальные проблемы здесь поднимаются в гуманитарной науке, обсуждают литературу национальных народов, разных национальных народов. Ну и, конечно, в планы конференции входит цель продолжения сотрудничества с партнерами. Работа конференции продлится до 21 октября. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете собрались отоларингологи, сурдологи и педиатры со всей России. В повестку мероприятия включены различные вопросы хирургии и педиатрии, что поможет врачам с межспециальностей лучше понять логику друг друга в интересах пациента. 20 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялось открытие Всероссийской научно-практической конференции, которая посвящена актуальным вопросам отоларингологии и педиатрии. Отличительной особенностью конференции стала ее междисциплинарность. В повестку мероприятия включены различные вопросы хирургии и педиатрии, что поможет врачам с межспециальностей лучше понять логику друг друга в интересах пациента. Если пациент к нему приходит, он должен получить помощь на самом высоком уровне, которое сегодня, не хочу сказать международного класса, но во всяком случае регионального класса. То, что сегодня в регионе делается, это специалист, работающий в регионе, должен уметь оказать эту помощь. Если он не умеет сам, то он должен знать, к кому в регионе обратиться, чтобы помощь эту оказать. Как известно, в настоящее время федеральный университет держит очень высокую планку подготовки для студентов медицинских специальностей. Некоторые из них пополнят ряды лор-врачей и педиатров. И подобные мероприятия признаны в том числе помочь сегодняшним студентам найти свое достойное место в медицине. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. 19 октября в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского Федерального университета прошел вечер науки «Перекресток Семенаук». Подробности далее. Дорогие друзья, добро пожаловать в Пронауку. Пронауку в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Казанский федеральный университет открыл новый сезон проекта «Перекресток Семенаук». В Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета пришли все желающие. Старшеклассники, студенты, преподаватели и даже люди пожилого возраста. Вечер науки прошел в рамках международного саммита языков и культур, который стартовал 19 октября в Казанском федеральном университете. «Студенты должны почувствовать, что наука – это их дело, и что наука – это не только сидение в библиотеке, а это и общение с другими людьми, и практические какие-то навыки. И главное, как мы к этому относимся, что значит быть ученым. Это значит осмыслять все, что происходит вокруг нас». Всего на Вечере науки предусмотрена работа четырех тематических площадок – русский язык и литература, татарский язык и литература, иностранный язык и литература, а также русский язык, как иностранный. Помимо этого здесь работает множество интерактивов, проходят мастер-классы по живописи, на дизайну и написанию иероглифов. «Язык – это не физика, да? Это более, может быть, даже более привлекательная вещь, потому что все люди общаются на языке, у всех язык разный. Что лежит за основой русского языка? Какая грамматика? Откуда это пришло? А какой был русский язык до этого? Все это колоссальные интересные вещи. Ответы на эти все интересные вопросы прохожие, горожане, люди города, студенты, школьники получат сегодня». На протяжении всего вечера работала музыкальная гостиная, из которой звучали композиции разных народов мира. Анна Глазунова, Леонард Вильсяров, Универ Ньюз. 27 октября состоится галлоконцерт в фестивале «День первокурсника-2017». Универ ТВ будет вести прямую трансляцию этого события. А пока ты можешь проголосовать за лучший день фестиваля. Подробности смотри в сюжете. 27 октября состоится галлоконцерт в фестивале «День первокурсника-2017». Главный вопрос – кто станет обладателем Гран-при? Но также интересно, какой из всех семи дней фестиваля был лучше остальных? Ты можешь проголосовать за лучший день фестиваля в группе ВКонтакте канала Универ ТВ. Артем Тупичкин, Универ Ньюз. Прошло закрытие ежегодной спартакиады первокурсников Казанского федерального университета. На заключительный день было назначено соревнование «Веселых стартах». Кто победил на спартакиаде, узнаете в следующем сюжете. В спартакиаде среди первокурсников приняли участие 16 команд из институтов и факультетов Казанского федерального университета. Соревнования проходят по шести видам спорта. Шахматы, настольный теннис, спортивное многоборье, плавание, мини-футбол и веселые старты. Последний из них был оставлен на финальный день спартакиады. Первое место заняла команда Набережно-Челнинского филиала КФУ. Было удивительно, интересно, интригующе. Соперников, конечно, было мало. Мы готовились к этому, застигли этого и получили первые места. В победы и веселых стартах команда Набережно-Челнинского филиала КФУ подтвердила свой статус. Ведь именно они стали победителями на спартакиаде. Артем Тупичкин, Юлиана Петрова, Тимур Файзулин, Универ Ньюс. На сегодня это все. С новостями тебя познакомила я, Анна Глазунова. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok